Команда «Базель» 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 Нет, ну, конечно, играть в данном случае так, как Митрески, просто недопустимо. И опять перемешали здесь все защитники Спартака. Чуэсэ оказался слева, там, где не должно было его быть, а должен был быть Кибе. Где находился Мойзус, опять неясно. Классная команда не позволяет себе, конечно, таких огрехов в обороне. Ой-ой-ой, заигрывается такой опытный футболист, как Черчесов. Сейчас мы, наверное, увидим на повторе этот момент и справедливое наказание. Вот справедливое. Не знаю, что с Черчесовым случилось в этой ситуации, но так играть нельзя, так как он себя повел. Вольно смотреть на Олега Романцева. Ну, вот это, этот момент, я думаю. Ответом является на всевозможные вопросы о том, стоит ли развивать тему Черчесов и сборная. Ну что, неплохо. Там за воротами Черчесова ему еще и эмоциональная поддержка обеспечена. Очень большой десант спартаковских болельщиков. И напрямую в Ливерпуль, и из Лондона. Около 300 человек. Давно такого уже не было. Вот выход опасный. Фески и Оуэн не решили, кому же из них забивать. И все-таки забивает Эмил Фески. Неплохо начали, но вот, опять-таки, допустили ляг в центре обороны. Ну, ладно бы, Оуэн ушел один на один. Такое может с каждой командой случиться. А тут вдвоем, из центральной зоны. И ведь не сказать, что... Ну да, на Оуэна был пас. Но кто-то же должен был присматривать за ним. А Хески настолько обосновался на левом краю, что вот его-то появление в атаке совершенно было неожиданным. Ну, вот чуть-чуть бы еще нам повезло. И они не поделили бы мяч и отдали бы его Спартаковцам. Вот только так, наверное, и можно от гола было уберечь. Азурок. Арбитр из Люксембурга. Даним Мерфи коротким таким движением сбил кофту, но с шага все рассмотрел. Судья и штрафный нож начал как надо. Оуэн. Отбили первую атаку. Мерфи. Кладывает мяч в ногу. Брюно Чейру и 2-0. Второй атаку Брюно Чейру. И опять оборона Спартака выглядит построившейся даже не в линии, а в шеренгу по одному. Конечно, на ходу, на скорости все это проходится. Стремительный Ливерпульянца. В одночасье и даже секунды на две было у Чейру, чтобы переложить себе поудобнее мяч и бросить взгляд на Черчесова. Каждый раз, включившись в последний момент, Ливерпульянца находит свободного партнера, который движется, который уже набирает скорость. Да, Ливерпуль играет роскошно. Объективные слабости сегодняшнего Спартака оценку игры соперника не меняют ни на йоту. Ливерпуль очень хорош сегодня. Но не отметить того, что Ливерпуль сегодня играет и более страстно, и более классно, чем Валенсия неделю тому назад. Вот, я бы не взялся, 3-0. Сами Кюйка. Чуть ли не лучший игрок в премьер-лиге английской по действиям на втором этаже. Вот не только Спартаку, фору стонать обороне Арсенала, Челси и Манчестера. Фором, когда Финт приходит в штрафную. И пас какой Дани Мерфи вырезал. С 11 метров бил человек. Как ногой вложил. От земли. И прыжок еще, да? На метр добрый. Нетрезки. Хаман. Оуэ. Поднимает Хески руку на правом плане. Ему и пас идет. Хески делает паузу. Дает возможность приблизиться к воротам. И четвертый гол. Солив Диао. Вот выпустил парня Улье. Не виноват, не виноват. Солив Диао. Давайте еще раз посмотрим. Во-первых, зона лысая, скажем так. Один стоял, наверное, полминуты. Дали принять, подготовиться. Паузу Хески держал. Пока не добежали. Ну и здесь дал, конечно, метрески пробить. Особо придирчивые могут разбирать. Налег на плечи. Селегалец или не налег. Ну уж угловых сегодня подавались команды. Что одна, что вторая. Десятый уже под 11 подает Ниверпуль. И пять угловых. Непривычно много для себя подал Спартак. Диао с мячом. Тут, конечно, невнимательно. Просто дали в штрафную прийти и пробить. Так нельзя. Обессилевший Кебе варится на газон. Длинный пас. Ну что, тут уже хотят, чтобы Овен забил сегодня непременно. А то как же так получается? А забивает Хески, как-то. Тут все по праву. Приятный выбор. Скажите, господа, хорошие, кто лучше сегодня играл? Хески или Овен? Ну ладно, Хески, ответило большинство. И все довольны разошлись по дамам. Без контекста матча не станем выдерживать последнюю минуту. Накормили. И накормил Хески. И накормил тот же Овен. Хотя, может быть, в глаза это бросалось не так. И Хамон, и Джерард. Ну что ж, господа, 22 минута идет, а футбол-то очень даже неплохой в исполнении, что приятно в исполнении обеих команд, а не только одной команды, на что, к сожалению, многие надеялись. Причем одна команда не Спартак, а его соперник. Павленко. Долго думает передача. Есть первый гол Спартака в Лиге Чемпионов. Александр Донишевский. 1-0. Есть порох в пороховницах. Затянул по коже. Показалось, что затянул Павленко в этом игровом эпизоде. И надо отдать должное терпение Александра Донишевского. Стоял, как, знаете, горнолыжник на старте, перед тем, как отправляться в бездну на спуск. На согнутых ногах, готовый к любому повороту событий, к любому отскоку мяча. Павленко выкатил Александру очень удобный мяч. Тому осталось только его подработать. И вот вам отсутствие Стефана Аншо. Не оказалось здесь помощнику сами Хюпи. А Траора непонятно, кого держал и что делал. В результате мощнейший выстрел в девятку. В игровой ситуации Хлестов даст так сдачи Хески. Что мало не покажется. Причем, что примечательно, Хлестов никогда не бьет из-под тишка. Несется в стык так, что, глядишь, сам себе что-нибудь повредит. Опасный момент. Левицкий. И мяч оказывается от воротов. Но это ничего страшного. Обладая таким подбором игроков, Неудивительно, что Ливерпуль будет и должен претендовать на забитые мячи. Неудивительно, что отличился и Майкл Оуэн. Один из самых ярких форвардов мира. Посетил, наконец, и он Москву. И Москва для Майкла Оуэна оказалась счастливым городом. Как ни удивительно, гол забит из центральной зоны. Но об этом мы говорили, поэтому удивляться здесь, собственно говоря, нечем. Не может быть должного взаимопонимания у двух центральных защитников. Спартака, Абрамидзе и Митревске. Опять Дэнни Мёрфи отправляется на это стандартное положение. 20 минут еще. До конца основного времени матча. Мёрфи выполняет штрафной. Опасно. Ой-ой-ой. Ну, как же так, Максим Левицкий на линии ворот позволяет метаться мячу вдоль своих владений. Не разобрались элементарно, но вновь забивает Майкл Оуэн. Вот такой гол пропускать не нужно было. Совершенно никчемный гол. Не в смысле того, что плохо забит. Давайте еще раз посмотрим. Вот подача. Борьба за мяч Хьюпи. И там рикошет еще был не в пользу. Хьюпи борется, все остальные смотрят, стоят. Майкл Оуэн в первом мяче. Штрафной выполнят англичане. Под занавес матча. За который, несмотря на пока отрицательный результат. 1-2. Болельщики, я думаю, вправе сказать игрокам команда спасибо. Ну, вот третий пропустили. Майкл Оуэн делает хит-трик. На минус 2 по разнице мячей. Я думаю, Спартак сегодня не наиграл. Вот выскакивает какой-то человек на поле. А, и финальный свисток при этом прозвучал. Это значит, что поставлена точка в матче. Спартак проиграл со счетом 3-1. Майкл Оуэн сделал. Нет, я не понимаю, что происходит. Просто какой-то человек вышел на поле. Почему его до сих пор не уберут с поляны. Не очень понятно. Мурат Якин. Видите, с полушага какой точный пас выдает Думу. Думу на опасный момент удар в пол. И вот, пожалуйста, Спартак, имевший преимущество, пропускает. Почему я вам тогда и говорил, мне не нравятся эти 13 забитых мячей в ворота московского Спартака. Забивает Росси 1-0 впереди баса. Вот одна единственная, более-менее приличная контратака завершилась взятием в ворот. Вы видели, как Мурат Якин, а я отметил у него бас, выдал туда его на штрафную площадь. И потом была борьба за мяч на линии площади в ворот. Я задаю вопрос, а почему на перехвате не сыграл Левицкий? 1-0. Спартак проводит в группе «П», потому что он был перенесен в связи с известными печально-трагическими событиями. И сыгран сегодня. И счет 2-0, как и в первом матче в базе. Левицкий забил. Левицкий выскочил, как на пожар, совершенно не по делу. И получил гол в свои ворота. 2-0. И вот, напомню, что тогда, когда состоялся тур в других группах и в других городах, Валенсия выиграла у Ливерпуля на его поле со счетом 1-0. Валенсия была сильнее во всех отношениях и по делу обыграла. Нельзя сказать, что равная игра. Преимущество, конечно, у Валенсии. Но у Спартака довольно много выходов, по крайней мере, на чужую половину поля, чего не было в предыдущих матчах в их чемпионах, тем более выездных. Ангулу подачи. Очень красиво. Очень красиво. И из-под Владимира Бесчастин. Забит гол. Капитан Спартака держится за голову. Но ничего не поделается. Валенсия – это чемпион Испании. Это команда, представляющая по мнению многих, хотя, может быть, долго об этом спорке не имеет смысла, представляющая сильнейший клубный чемпионат в Европе. Ну и вот еще о чем хотелось бы сказать. Тоже характерный эпизод. Вот где полузащит? Вот где Артем Безродный, который отвечает за эту зону и за Ангулу в момент, когда хавбек противоположной команды соперника атакует. Или если многое не получается. Никого выпускать на поле, чтобы усилить игру, а вот кого заменить. Поскольку многих сегодня не получалось. Опасно. Вот так нельзя. Надо начинать. 2-0 на первой же минуте второго тайма. Опять все сделали здорово. Валенсийцы, а игроки Спартака как-то опять вяло действовали позиционно. Никто не помешал Мисте пройти. Санчеса опять не накрыли. Дубль этого футболиста. Вот истинный профессионал. Вышел на поле и отрабатывает так, как будто... И не просиживает подолгу на скамейке запасной. Еще раз смотрим эту комбинацию. И я задаю надоевшему вопрос. Почему полузащитник не мешает сделать сопернику нацеленную передачу в штрафную площадь? Ну, давайте Сильву на первый раз простим. Парень не успел попасть в игру и тут же оказался в центре события. И именно его обыграл Миста. Сейчас такая расстановка. Агунсани в центре с Мойзесом. Абрамидзе... Ну, это смелое решение. Агунсани в качестве центрального защитника. Посмотрим, что он из себя представляет. Штрафной. И вот такой дебют у Мидерицы. Я не знаю, честно говоря. У меня нет возможности наблюдать за всеми тренировками Спартака. Но умеет ли человек обращаться с мячом, видно по одному тренировочному занятию. Мне показалось вчера, что у Агунсани есть с этим определенные проблемы. Насколько он подготовлен тактически. И кто его мог в чемпионате Нигерии обучить тактике игрой в обороне, неизвестно. Издатель подарил Валенсии 48-й номер Спартака. Роскошный штрафной. Идеальный для левши Мисты. Ну, что, будет удар здесь или розыгрыш? Конечно, удар напрасывается. И 3-0. Это, конечно, неприлично. Неприлично проигрывать 0-3 в такой игре. Когда соперник, в общем-то, позволяет играть. Не идет единоборства. Но я тут говорить ничего по этому поводу не буду. Спасибо. Говорю. Продолжение следует...